добрый день в общем занимаюсь тут всем помаленьку давайте начну с того чего сам сегодня начал день это подставка одна из подставок корейской березы лак подсох но как-то трогать пока больно вот такая вот штучка без ручков на видите этой штуки это я сделал технология там пожалел думаю зачем мне это надо было вид портить технологии такая то есть если вдруг на бритве базов сказать капля должна через этот отверстие вот в эти вот как бы сказать пазы типа проветриваться но это я тут не помню какого года это читался по-моему начала 90 где-то там информация такая проскочила сделал а потом пожалел ну ладно что сделан то сделано вот и тут вот тут вот так а тут вот сечка сейчас я поставлю вот такая вот деваха у меня как это смуглянка молдаванка ну и это тоже время блондинка на тут пожалуй ближе подходит маша но неважно в общем вот так вот чтобы не скучно было какой-то не вот просто подставка там в эту структуру древесины корейской березы а вот так чтобы еще и было интересно как бы нестандартно и в то же время резко схожилось в то же время неповторимо вот это с подставкой так вот дальше дяденьки веселые показывающие в интернете приспособления для стяжки мы там шкатулки стягивают правда такими вещами то есть более подробнее бы надо описывать то что вы предлагаете сделать вы не предлагаете даже делать вы просто говорит что вот так вот будет здорово вот так я сделал вот такой молодец я сделал из сосны эти уголки и гайки гайки начали сыпаться прям при легком так он прям при легкой затяжки затяжки даже не был прижим легкий был они разваливались потом развалилась еще уголок вот так вот лопу я конечно свой страх и риск сделал из ореха молотком по ним стучал и по углам и под под таким местам мы по этим местам думал может отвалится что-то нет орех держит посмотрим если орех развалится то буду делать из текстолита сейчас нет такого толстого текстолита но сосна для этого приспособления это не серьезно мягко выражаясь клинки как и обещал как и обещал вот я с них просто сдираю углы ничего больше такого не сделал так вот подрал чуть-чуть по контуру то есть углы задрал углы сдираю для того чтобы потом точный инструмент не убивался на этих углах потому что он убивается очень сильно такой угол еще вот в этом месте не срезанный и начинается работа с угла то инструмент просто зарабатывается как будто там несколько сотен на нем сделала хотя всего пяток это вот кованая наша х 12 мф сталь сейчас скажу тут интересно тоже есть момент это кованая d2 немецкая сталь аналог х 12 край заготовки вещи на нем рисовал вот это d2 разница есть разница но на какая-то не вашим не нашим то есть вот наша х 12 мф она за счет плотности стало жестче например реально жесткая а d2 вроде так они одинаковые прям прям это я просто уж такой придирчивый к этим делам а d2 вроде не имеет бы как такую жесткость но у нее как-то получилось больше вязкости так учишь она как подтягивается слегка как вот как вот чем сравните даже не знаю чтобы объяснить так чтобы было понятно прям в общем в общем они одинаковые по толщине вот так вот х 12 мф толще из 2 будут тоньше вот вопрос у меня был вчера вчера да где-то вчера часов в 11 дня почему бы мне не сварить вот в дамасский пакет какой-то там лидерную тоже х 12 мф стали или нержавеющую вот вопрос был я на него ответил задал свой вопрос но не ответов не приветов поэтому говорю на видео может быть вы смотрите видео это кузнечной ковки то есть при кузнечной сварке это невозможно у меня тут не нанотехнологии у меня кузнечная ковка то есть что получается это разные стали совершенно то есть вот берем мы вот у 10 неудобно стал шурупах просто для примера берем у 10 берем х 12 мы в чем разница выкисление то есть при сварке х 12 мф нужно нагревать сильнее градусов на 200 в этом случае уже течет углерод то есть он варится не будет он будет потечет он будет такими как бы такой то есть рабая поверхность будет ну в общем в общем стали будет сожжены а х 12 мф только начнется еще вариться в это время вот то есть х 12 мф пакет можно загнать и сделать пакет на кованую хотя по стоимости это будет раза в три-четыре дороже чем пакет на кованые тоже допустим у 10 потому что надо будет больше кокса больше электричества больше работы больше больше всего вот то есть разница температуру сваривания даже тоже тем термообработки где-то в районе 200 градусов даже вот тут допустим давайте кругленно скажу 800 градусов у 10 допустим я просто так на скидку там не не так точно все и х 12 мф 1030 допустим где-то так вот вот поэтому они не сварим его что ли как бы не сходят они не сходятся друг с другом также нержавейка нержавейка еще сложнее даже взять тоже 95 95 х 18 примеру даже ее нельзя сварить снизу не с углеродом из х 12 мф потому что у него нет окислений такого для способствующего сварки то есть кузнечной она не будет она не она не варится то есть вот так вот ее можно расковать эту нержавейку уплотнить тем самым чтобы ее сварить она не варится даже между собой а уж тем более с углеродом если это попытаюсь сделать а это пытался вы что думаете я думал я самый умный я тут сейчас как-то что-то придумаем нет получается мощные непровары и даже если какой-то там тонкой там лезвие то она в этом месте прям будет отваливаться именно вот в этих вот непроварах кусками развалится поэтому это невозможно варится углеродистой стали это то есть это их стихия то есть вот даже 8 у 10 шаха 15 хвг даже 9х с я втыкал в пакет но 9х с то есть если вот есть лезвие примерно допустим вот оно было бы из допустим уравновешенные и в них воткнуть 9х с то в принципе все сварится все будет хорошо но 9х с вот диана там есть 9х с будет попадаться над этими точечками будет сразу же моментально ржаветь то есть клинок весь чистый и вот эти ржавые точечки и быть много они будут частыми и поэтому я это занятие тоже бросил это не то что нам нужно а тем более в бритве это ладно еще там нож какой-то был бы там ну . и . как говорится маслом испачкал и поехал дальше а с бритвой тут она всегда в воде всегда среда такая для металла агрессивный в принципе не подходит в общем для этого так ответил на вопрос ну что ж больше мне будет сказать нечего интересного много чего еще происходит у меня но она как бы такой вот не особо интересный там вот проволоку я вот купил но вот ее в вальцах раскатывал миллиметровая проволока алюминиевая оказалась толстовато хотя медную беру миллиметровую раскатываю все хорошо алюминий нет она слишком широкой выходит и не хватает жесткости чтобы ее заколотить в пазу поэтому надо будет искать мне где-то примерно 0706 даже проволоку алюминиевые такие провода вот есть у меня и серебряная уже полоска я пока я никуда не забиваю потому что меня нет ни одной такой вещи куда бы ее забить если дальше вот тут я эту деваху не то есть заколотил бы например это волосы заколотил бы серебро они алюминий то эта штука она стал бы еще дороже и и так то вряд ли найдется какой-то покупатель нет есть конечно таких хватит которые любят индивидуальные вещи интересные вещи там нестандартные вот но их мало может даже немало просто мало тех у кого еще есть средства на это вот чтобы покупать себе вот такое удовольствие ладно что-то мне принесло по мелочам на правду налево очень пока у меня все с новостями вообще принципе рассчитываю завтра плотно подсесть вот на эти вот готовки из ледяной стали и думаю продвинуть их крепко продвинуть уже в работе чтобы они были такие хотя бы подготовить к таком состоянии чтобы уже на послезавтра хотя пример можно начинать шлифовать шлифовать лезвие но тоже кстати напрягает потому что при тысяч с лишним градусов чуть ошибся с толщиной с геометрией в заготовке и она поведется и будет вот такая вот такая вот в лучшем мусорку поэтому тут тоже надо очень аккуратничать с углеродом тут чуть проще хотя тоже не особо он тоже такой выдает те еще сюрпризы все не буду задерживать вас на этом новости на сегодня все будет что интересно и покажу до свидания